Рено поделилось успехами Дастера. Как оказалось, по итогам трёх кварталов 2021 года именно эта модель стала главным бестселлером марки. На неё приходится больше третий продаж, включая новую генерацию. Напомним, что продажи второго поколения Дастера стартовали под конец первого квартала. Вначале ажиотаж возник вокруг лимитированной версии Edition 1. С марта по май, когда эта версия была доступна, её выбирали 26% клиентов. С июля, с окончанием приветственной партии Edition 1, интерес перераспределился на другие топовые исполнения. За июль-август доля продаж комплектации Drive составила 44%, а Style – 1 треть. В компании уверены, это значит, что марка и модель приглянулась новым клиентам. Всё большей популярностью пользуются версии со 150-сильным турбомотором. За полгода продаж нового Дастера надувный вариант выбрало четверть покупателей. Причём на половине этого тиража стоял современный вариатор восьмого поколения. Вообще, в плане разнообразия версий, никто из конкурентов точно не предлагает такого. Базовым, как прежде, остался атмосферный бензиновый 1.6. Но для версии 4х4 его немного модернизировали. Вдобавок, сохранил присутствие двухлитровый атмосферник, но уже без автомата, а с механикой. А свидетельством того, что Дастер не только сохранил, но даже улучшил свои легендарные внедорожные характеристики, оказался растущий спрос на полноприводные версии. Их доля выросла с 90% для первой генерации до 93% для второй. Nissan презентовал новую концепцию своих автозаводов. Со временем привычным конвейерам придётся сдать пост интеллектуальным фабрикам будущего. Пока запущена лишь одна такая в японской префектуре Тачиги. Если коротко, то суть нововведений такова. Заводских роботов обучат изощрённым навыкам, дабы автоматизировать максимальный процент производственных операций. Например, электроники поручат даже проверку лакокрасочного покрытия. Там, где применение автоматики окажется невозможным, Nissan обещает установить такое оборудование, чтобы женщинам и пожилым людям работалось легче. Скажем, трансмиссия теперь ставится одним общим модулем. Наконец, к 2050 году заводы должны достичь углеродной нейтральности. Это значит, что все станки и линии станут электрическими. Но само электричество будет получено из возобновляемых или альтернативных источников энергии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова